Часто люди, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, прибегая к помощи каких-то там гадалок, экстрасенсов, тратят много денег и времени. А почему-то после этого деньги тратятся, жизнь лучше не становится. А тут оказалось, что можно намного проще самостоятельно с помощью довольно-таки несложных методик изменять себя и свою жизнь в нужном тебе направлении. Я так понимаю, так как эту методику мы узнали от тебя, поведай о ней чуть подробнее. Методика очень простая и не требует каких-то сверхусилий. Здесь нужно просто каждый день выполнять определенные простые действия. Причем не с точки зрения физики, не с точки зрения качания мышц, а с точки зрения ума, мозга, управления своими мыслями, наблюдениями и так далее. И если эту методику в течение какого-то срока применять, то в этом случае жизнь меняется вообще кардинально. И через какое-то время человек говорит, неужели какие-то такие вещи я мог раньше делать, которые сейчас мне кажутся смешными, глупыми и на что я тратил жизнь. Дело в том, что пространство всегда отвечает человеку тем, что человек в пространство отсылает. Если он отсылает глупость, какую-то свою разболтанность, то пространство при помощи других людей такую же глупость и разболтанность ему возвращает. Вот эта практика как раз и направлена на то, чтобы, наблюдая за собой, себя же самого исправлять. И как только человек исправляется, пространство начинает к нему по-другому относиться. Меняется его окружение в лучшую сторону, меняются условия бытия в лучшую сторону. А раз так, то и сама жизнь меняется в лучшую сторону. Ничего сложного нет, еще раз говорю, это может сделать каждый. Было бы желание, и все будет успешно в этой жизни, все будет хорошо. Так что, кому интересно, пожалуйста, практику такую можете применять. О ней мы подробно поговорили, что это, чем и как. Желаем вам приятного просмотра. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здрав, будь Михаил! Здравия Алексея, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня будем раскрывать? Ну, сегодня у нас все-таки давай проведем эту беседу не просто поговорим, а еще какую-то, чтобы ты практику дал. А практику перед тем, как ты дашь, я сначала подведу вообще, о чем эта практика, для чего она нужна. Я вот замечаю, что многие люди, и я в том числе, большую часть своей жизни проводят, так сказать, не контролируя, а чем ты занимаешься, на автомате, так сказать. Причем часто это бывает у некоторых, либо они в мыслях находятся где-то, мечтают о том, что было, прошло, то есть вот как там было хорошо, как сейчас плохо. Или наоборот о том, как будет хорошо, то есть не находятся в состоянии вот сегодняшнего дня, где они сейчас живут. И другой момент, часто людей бывает на разные эмоции раскачивают, там, какую-то они новость где-то услышали, там, или кто-то им что-то сказал, вот, например. И из-за этого состояние их эмоциональное тоже очень сильно меняется, эмоции зашкаливают, и человек не может нормально соображать, нормально принимать решения. А бывает даже в этом состоянии во вред поступает, там, себе и другим. Соответственно, необходима бы, желательно, практика, потому что, как вот я так понял, есть методы тренировки привычек не только физического тела, но и то, что называется внутренней твоей сутью, сущностью. Там тоже есть какой-то метод, и если ты туда правильные установки поместишь, то эти правильные установки помогут тебе жизнь прожить намного лучше, чем когда ты живешь, ну, не задумываясь. На самом деле, если люди живут в той самой парадигме цивилизации, то ничего хорошего они из этого не получают, потому что цивилизация нас приучила к обезьянему образу жизни. Схватил банан, убегай, пока не отняли. Догнали, защищайся. Побили, отдай и сиди и плачь. Поплакал, иди жалуйся другим. Вот такой принцип. И когда ты пожалался другим, ты в отместку делаешь что-то тем, кто тебя отнял банан, или всем остальным, или отнимаешь банан у тех, у кого можно отнять, кто тебя не догонит и не побьет. Это очень нехороший вариант бытия, потому что он не ведет ни к чему хорошему, кроме как раздраю и самоуничтожению. Надо понять, почему это все происходит, почему мы такие, почему нас к этому легко так подвигли, и почему мы до сих пор не осознали того, что так жить нельзя. Дело в том, что в каждом человеке есть и божественное, и демоническое. Об этом много трактатов написано, теосовских, и я не хочу сейчас внедряться в какие-то там религиозные направления или культурные наши древние. Об этом можно разговаривать отдельно. Но суть в том, что когда даже разговариваешь с единомышленниками, очень часто натыкаешься на такие проблемы, которые можно назвать проблемой взаимодействия. Вроде бы говорим об одном и том же, а вроде тебя не понимают. Вроде бы и поняли, но продолжают свою точку зрения защищать, хотя уже очевидно всем, что эта точка зрения абсолютно деструктивна. Она приводит к тому, что создают только проблемы, припоны, перегородки, заборы в общении, взаимодействии. И для того, чтобы начать понимать вообще, кто такой человек и почему это происходит, было несколько лет назад, и продолжаю об этом говорить, заснято несколько роликов, там уже три версии ходят в интернете, что такое родовая нить, как жить без страха. То есть родовая нить, как жить без страха. Есть версия такая в дружеской обстановке, она более развернутая, есть сжатая, есть такая мягонькая, которая мозги не ломает. Вот кому что нравится, то и смотрите. Все сводится к тому, что есть для физического тела единственный управитель. Это называется страх. Страх. И задача наша перейти от страха управителя в состояние страха предохранителя. То есть пускай он остается, мы с ним не боремся, мы с ним не воюем. Пускай он будет все лишь наше предохранитель. То есть если мы видим, что бурлящая какая-то лава, но мы не будем туда руку засовывать для того, чтобы потом кости там даже сгорели и мы остались без руки. Мы увидим, что это лава. Да, мы поняли, что она горячая. Да, мы поняли, как с ней можно взаимодействовать. Но без нужды мы туда не лезем. А если мы хотим туда залезть, то мы становимся йогами с высшим уровнем понимания, осознанности и управления телом. И тогда эта лава нам становится не страшна. То есть на первом этапе страх должен стать просто предохранителем. Предохранителем, который не даст нам себя же уничтожить. Если вы залезаете на какой-то высокий уровень, ну, к примеру, 12-этажный дом и подходите к краю, это не говорит о том, что вы должны хвататься за всех и за все, потому что вам страшно и страх вами управляет, и вы не можете посмотреть, что внизу. Но при этом и не надо лишаться предохранителя, который вас заставит просто спрыгнуть вниз, не обдумывая, что будет с вами дальше. То есть должна быть золотая середина. Страх не должен вами управлять, но при этом и не надо слетать с катушек. Страх должен быть предохранителем для того, чтобы самосохранить себя, но не впадать в панику, не бояться, не дрожать, а делать то, что необходимо. Вот эта практика была мной рассказана уже неоднократно, я вам сказал, в серии передач «Родовая нить. Как жить без страха». Поэтому сейчас этого касаться не буду. Есть другой вариант, который из-под страха выходит. Это гордыня. Вот если кто посмотрел первую часть и вник в нее, не просто посмотрел и сказал «А, фигня, лика, как здорово», а вник, то тогда он поймет, о чем я сейчас веду речь. Вот гордыня, она вторична от страха. И гордыня часто нам мешает взаимодействовать, очень часто мешает нам понять этот мир и мешает принять правильные решения. Потому что, как ты правильно сказал, люди, которые об иенны гордыней, они даже если чувствуют, что что-то идет не так, они упираются рогом и продолжают давить, уничтожая себя, уничтожая общество, уничтожая природу, только доказывая себе, какой он крутой и какой он правильный, что он правильные вещи делает. На самом деле, конечно, он часто понимает, что делать неправильно, но остановиться не может, потому что гордыня говорит «давай, давай, давай, давай». Вот для того, чтобы избавиться от гордыни, тоже можно проводить определенные практики, а не просто какие-то семинары. Недостаточно провести семинар о том, что давайте мы перестанем быть гордецами. Этого недостаточно. Необходимо понимать психологию, взаимодействие с людьми, как это все устроено, алгоритмы и так далее. Только в этом случае через осознанность мы сможем прийти к пониманию этого мира, и тогда гордыня пойдет на второй план, вас просто не будет она дергать, и вы перейдете на уровень уже не людины, не жития, а на уровень человека, человечия и азам. Вот. Это такие практики, которые нужно понимать. Но самая-самая простая практика осознанности, про которую ты говорил, и которую мы на закрытых наших вечерках на радио проводим, сразу скажу, что у нас те, кто в коллектив выливается, они не просто так вот делают какую-то работу, а еще у нас постоянно уровень самосовершенствования такой поднимается, взаимодействие. Мы проводим вечерки раз в неделю, где рассматриваем какие-то злободневные темы с точки зрения профессионализма, с точки зрения взаимодействия, с точки зрения вообще мира бытия, ну, общаемся и так далее, задаем друг другу вопросы, и такие микросеминары закрытого типа проводят. То есть, еще и внутренний рост у нас такой, внутри продолжается, внутри нашего коллектива, где каждый делится своими проблемами, где каждый сделает своими наработками и что-то там рассказывает. Это очень правильно, на мой взгляд, и это очень радостно, потому что если мы сами не будем расти, то в том случае что, тогда мы можем другому рассказать. То есть, принцип такой, сам познал – поделись, не познал – учись. И вот, значит, нас интересует практика осмысления. Практика осмысления очень простая. Она строится на принципе стакана. Если стакан полон, то в этом случае вы туда будете, даже если что-то доливать, он будет смешиваться и будет вытеснять что-то, но при этом чистоты вы долго и долго не сможете получить. Старые знания, старые умения, программы будут мешать заложить что-то новое. Поэтому для того, чтобы у вас сюда что-то можно было влить, для начала надо что-то взять и куда-то что-то это перелить. Вот когда вы перелили, вот тогда у вас есть возможность брать, например, что-то новое и заливать сюда. Вот принцип стакана, он как работал, так он и будет работать. Никуда от этого вы не денетесь. Этому посвящено много разговоров. Теперь, как к этому прийти? Во-первых, должна быть необходимость у вас внутри, которая сподвигнет вас к осмыслению того, что происходит, и к желанию измениться самому. Мы неоднократно говорили про то, что менять мир бесполезно. Вы всегда встанете во вражду с окружающим миром, с естеством и разрушите себя, потому что естество победить, которое в мире есть, невозможно. Оно вас создало, оно вас содержит. И если вы боретесь с этим естеством, вы уничтожаете самого себя. Поэтому с естеством необходимо жить в ладу, его осознавать и управлять после того, как вы осознали. Но не разрушать, не подчинять. То есть стихия может вас убить, если вы не понимаете, как она действует. Но стихия вас может и, например, накормить, согреть или куда-то перенести, если вы знаете, как с ней взаимодействовать. Так вот, естество – это содержание всех стихий, которые воспроявлены в этом мире и в других людях. Поэтому, взаимодействуя со стихиями правильно, как в себе, так и в других людях и в миру, вы сможете достигать правильных каких-то результатов, делая правильные шаги. Так вот, вернемся к принципу стакана. Подсознание связано с телесными какими-то реакциями с мозгом, и потому называется подсознание, что оно находится под осознанием. Сознание – это то, что на уровне человека, я не говорю про высшее сознание, то, что вы можете осознать, то, что вы можете перевести в слова, и то, что вы можете другому передать. То, что вы можете от другого принять, можете это перевести в образы, и можете заложить в себя, и можете это выполнить. Вот это все сознание. Но под ним есть подсознание, которое невозможно как-то вот так сформулировать, просто словами. Это язык тела. Это язык клеток внутри тела. Это язык стихий внутри вас. Это язык управления стихиями, клетками, и всеми энергиями или силой, которые внутри вас находятся. Есть сверхсознание – это высшее я, божественный план и так далее. Называйте, как хотите. Это то, что человек не может осознать, но он получает оттуда постоянную информацию, знания, переваривает их и, осознавая то, что получается, общается с другими или закладывает себя. Вот как раз об этих программах мы сейчас и будем говорить. Подсознание. Это машинные коды, которые позволяют человеку выживать в разных условиях. К примеру, рождается ребенок, он ничего не знает, ничего не умеет, и вообще он в этом мире никакой. Вот все, что он увидел в первую секунду жизни, это 100% знания об этой жизни. Хноплены по попе – жизнь плохая. Положили его на холодный стол – жизнь плохая. Оторвали от мамки, не дали молочка – жизнь плохая. Никто его не погладил – жизнь плохая. Укутали, спеленали, унесли, кричали с другими детьми – жизнь плохая. То есть первые несколько минут жизни он получил все знания о плохом в этой жизни. Или наоборот, приняли ребеночка с любовью и лаской, он не испытывал каких-то стрессов, его накормили, его погладили, его обтерли, ему хорошо, комфортно. Он понимает, что он попал в родственную силу. Ну, сила – это говорка по Фрейду, как говорят, в родственную семью, в семью родичей. И здесь есть сила, сила жизни. И вот тогда у него складывается в первом этаже жизни полностью весь образ о том, какая жизнь хорошая. Вот чувствуете разницу? Там плохая, и он потом будет отталкиваться всю жизнь от того, что он получил. Но он-то еще не осмыслял это. Это заложилось где? На уровне тела. Ощущение тела и реакция. И какая она хорошая? Это тоже ощущение на уровне тела и реакции. И тот человек, и другой будут себя как-то проявлять взрослее. И будут накладывать на то, что у них там есть тоже что-то взрослее будут накладывать. Только проявления, тот, который обиженный, тот, который униженный, прихлопнутый, недолюбленный, ненакормленный, будут одни. А у того, который долюбленный, накормленный, не прихлопнутый, а приглаженный, будут другие. То есть у того заложена платформа одна, у этого платформа другая. Программы совершенно разные. И проявление, и накопление знаний будут тоже совершенно разные. И вот для того, чтобы того ребенка вывести из негативной, плохой программы в хорошую программу, необходимо применить принцип стакана. Теперь практика. Все, что вы накапливали здесь, все, что вы видели, все, что вы слышали, чувствовали, нюхали, пробовали, это все фиксировало ваше подсознание. Тот самый черный ящик, который фиксирует вообще все. И чем чаще было это заложено и сопровождалось какими-то эмоциями, тем прочнее закрепился бессознательный уровень восприятия и взаимодействия с этим миром. Это называют условные, то есть через условия, рефлексы. По-человечески это привычки. Чем больше и чаще вы это делали, с большими эмоциями и посылом, тем привычка сильнее. Привычка – вторая натура. Есть такая поговорка. Если у вас был заложен комплекс неполноценности и на основе этого комплекса вы делали какие-то глупости, то тело запомнило – ну так оно устроено. Такой мир. Так надо жить. Ну я же так выживаю. И даже если у вас отключится сознание, то попадать в какую-то стрессовую ситуацию, а именно в стрессовой ситуации, во время всплеска эмоций, когда необходимо что-то решать, ваш мозг, как исключительно разумная и скоростная машина, проявит те программы, проявит, то есть в яфе вложит, те программы, которые вы в нее когда-то заложили. При помощи общества, цивилизации, мамы с папой, кого угодно. Поэтому наша задача – убирать плохие программы и закладывать. Как это делается? Вы это осознали, вы это поняли. И первый этап – вы должны включить так называемого царя в голове. В родовой нить «Как жить без страхов» я много раз это рассказывал, да еще какие-то там лекции тоже попадались, я об этом рассказываю, можете посмотреть, поискать. Царь в голове. Как он действует? Вы представляете, что ваш окончательный царь, который принимает решение отдавать, не отдавать в этот мир какие-то ваши мысли или принимать мысли, находится вот тут, над головой. Такая вот капсулка маленькая, в виде короны можете представить, как вам нравятся коробочки. И каждая ваша мысль, прежде чем вырваться в свет, должна проходить эту коробочку. И коробочка, в кавычках условно, должна задать вопрос, вам это надо? Ну, что будет, если вы это подумали? Что будет, если вы это сказали? Что будет, если вы это сделали? То есть, вам это несет добро? Да, нет. Просто. Вашему ближайшему окружению несет это добро? Вашей семье? Да, нет. Обществу несет добро? Да, нет. Державе несет добро? Да, нет. Если хотя бы один из показателей говорит нет, лучше, царь в голове говорит, лучше эту мысль передумать. И мозг дает команду, передумать. Это не надо. Иногда мое и семейное пытаются под себя все подстроить, ну, одеяло на себя натянуть. Тем самым оголяют задницу обществу. Но ведь когда у кого-то что-то глино, он недоволен этим, ему холодно. И общество намного сильнее, чем вы. В конечном итоге вы можете вообще без одеяла остаться. Поэтому не надо никогда сражаться с обществом и сражаться тем более с державой, которая должна заботиться о вас. Надо улучшать себя, семью, общество, державу. Державу, общество, семью, себя. Понятно, да? Поэтому любая мысль, которая противоречит державе и обществу, она противоречит и семье, и вам. Поэтому царь в голове всегда должен спросить, тебе это надо, семье это надо, обществу надо, державе надо. Если нет, передумать, переделать, вообще не браться. Это первый принцип. Второй принцип. Мысль просто так, не выпускать. Мысль до тех пор, пока вы о ней помните, она ваша. Ее можно передумать, можно ситуацию исправить, можно отослать в иное измерение, это отдельная практика, можно от нее уйти, можно перевести ее в положительное что-то и так далее. Но с ней что-то можно сделать. Как только вы перестали не думать, она отправилась в свободное плавание. Но по всем принципам бытия мысль просто так в мире не живет. Когда она отправляется в это плавание, она во время пути растет, сталкиваясь с другими человеками, людинами, живыми сущностями, животными, с этим миром вообще цельной. И она как комочек маленький сброшенный со снежного склона катится и нарастает. Но самое важное, принцип бытия простой. Что вы породили, то вы и должны на себе испытать. Что вы отдали в мир, то к вам и должно вернуться. Поэтому какая была выпущена мысль, с каким прицелом, с какой мыслью идеи, да, мысль с мыслью, ну так звучит масло масляное, с каким направлением, или в каком направлении, с какой нагрузкой, такая она вам вернется. Только в увеличенном объеме. И вы получите призовую игру. Послали добро, призовая игра такая будет. Послали зло, ну, кушайте. Видите? Глазки видели, что ручки берут? Видели. Ну, теперь кушайте, пока не повылазите. Вот из этой же серии. То есть мысль, вами порожденная и отпущенная, вырастет, наберется силы и вернется к вам, чтобы вы испытали то, что породили. Это принцип. Поэтому осознание того, что вы делаете, должно всегда быть включено. Особенно на первые 40 дней. Сейчас не буду углубляться, почему 40 дней. Это отдельный разговор вообще. Но поверьте, 40 дней вы должны контролировать каждый свой шаг, каждое свое дыхание, каждую свою эмоцию, каждый свой взгляд. Зачем вы туда посмотрели? Зачем вы поставили сюда? Зачем вы шагнули сюда? Для чего вы сделали это? 40 дней вы должны вкладывать новую программу в кружку, называемую ваше подсознание, в ваш мозг. 40 дней вы должны дрессировать себя, как собачку Павлова. 40 дней. Истязание своего мозга. Зачем ты это сделал? Для чего ты это сделал? Почему ты это сделал? Что приносит это доброго тебе, семье, окружающему обществу, всей державе? Целыми днями. Сначала это будет очень тяжело, потому что вы будете очень быстро уставать. Ну вы же не привыкли мыслить. Человек в осознанности находится малые проценты от своего бытия. Несколько минут в день – это хороший результат. А представляете, вам придется часами заниматься наработкой этой практики. Заниматься самим собой любимым. Представляете, целыми днями, целыми часами будете этим заниматься. Так вот, 40 дней вы должны заливать в стакан наблюдения свои. С вопросом, зачем я это делаю? Для чего я это делаю? Что мне это дает? С прицела на державу. 40 дней, когда вы себя повоспитывали, и ваше тело научилось, ваш мозг научился наблюдать за этим, можете переходить к следующему этапу. Следующий этап – это выработка новой программы действия вашего тела в этом мире. Вы не просто уже наблюдаете, не просто спрашиваете, потому что это уже этап пройденный, а вы уже даете установки – я желаю, чтобы было так, потому что это выгодно мне, семье, обществу, державе. Вы уже творцом становитесь на основе того, что вы понаблюдали и поняли, что происходит не так. Но та программа действий, которая у вас уже была заложена, осмысленности, она уже осталась, и вы продолжаете на ее основе уже накладывать что-то новое. И вы начинаете создавать тот мир, в котором хотите жить. В течение 40 дней вырабатываете программу бытия своего. Будут удивительные метамофозы с вами происходить, если вы на самом деле этого хотите. 40 дней такой работы осмысленности и создания того образа, в котором вы хотите жить. Почему у нас была последняя передача про выборы, где мы говорили – не надо идти за кого-то голосовать, выбирать человека. Человека могут убить, могут убрать. Вы голосовали за человека, а его не стало. Ну за что голосовали? Не надо даже голосовать за программу, потому что программу вам могут наобещать, а сделать другое. Надо выбирать будущее ваше. И не просто выбирать, а вкладывать тот образ, который будет соответствовать вашему представлению в этом мире. Понимаете? Не за человека, не за программу. А мыслить, что вы выбираете и в чем вы хотите жить. Как вам необходимо жить. Вот только так можно что-то выбирать осознанно. Вот чему была посвящена наша крайняя программа про выборы. Так вот, 40 дней вы создаете такую программу «Образ, как вам дальше жить» на основе осознанности. И дальше 40 дней вы эту программу начинаете воплощать в жизнь, чтобы она стала вашей обыденностью. Вы в этом живете. 40, 40, 40. И когда вы это начинаете укреплять, мир уже начинает проявлять себя так, как это нужно вам. Вдруг рядом с вами появляются люди, которые ваши единовышленники. Вдруг с вами перестают разговаривать как с каким-то никчемным существом, как говорили раньше. Вдруг начинают какие-то предложения появляться. Причем, имеете в виду, предложения с проверками иногда проявляются. Когда вот такие вот ребята приходят, красноглазенькие, остроухенькие, остророгенькие. И начинают вам предлагать какие-то там барыши, чтобы только вы свернули с этого пути. Вот это имейте в виду, проверки начнутся. Поэтому если не готовы, лучше не беритесь, живите в цивилизации, как жили раньше. Может быть, это вот для вас больше подходит. Так вот, 40 дней еще будет у вас укладка всего этого. Вы будете творить, укладывать и создавать. Ну и в дальнейшем начинается сама жизнь. Вот такой принцип стаканчика. Вот такой принцип бытия нашего мира. Ну, примерно так. Есть какие-то вопросы остались задавать? Ну, очень просто, да? То есть, наше подсознание, в нем набраны наши предыдущие какой-то вот опыты, да? Заложены программы нашей реакции на то, что было. Ну, можно сказать, это какая-то своего рода какая-то определенная вода с определенным вкусом. Ну, пусть, например, лимонный, да, там вкус. А ты вот, например, хочешь все-таки, чтобы у тебя там был апельсиновый какой-то. И ты вот именно, ты не можешь все выплеснуть, потому что иначе твой организм просто, как говорится, откажет, да? Надо все постепенно. И ты начинаешь по чуть-чуть, каждый день туда капаешь определенное количество. Там ложечку, да, допустим, доливаешь туда вот это. Доливаешь, доливаешь, то потихоньку выливается. И получается, за вот то, что ты сказал, сначала вылилось, потом оно должно там устаканить все это дело. Потом ты должен, организм, понять, а каково мне с этим внутренним содержанием, как справляться. И только уже через какое-то время ты поймешь, действительно, внутри меня вот то, что я это хотел, и не только внутри, но я вовне так себя проявляю. И мир ко мне относится так, как я показал ему, что во мне находится. То есть, соответствие внутреннего и внешнего соблюдено. Но, как правильно ты подметил, расслабляться не стоит, проверки были и будут. Но когда ты осознанный, их проходить значительно интереснее. Вот как-то так. Ну, на самом деле, ты сказал, более мягкий переход, когда по чуть-чуть положечки. Я все-таки имел в виду, когда полностью выплескивается, это тяжело сделать. Это не всем под силу. Потому что, чтобы выплеснуть старые знания, это нужно колоссальную работу провести. И, уверяю вас, никому еще из моих знакомых это не удавалось сделать. Чтобы просто раз и выплеснуть. И ты просыпаешься и говоришь, все, я ребенок, я родился на свет, я не знаю, что делать. Вернее, я хочу вот это, но я не знаю, как. И вот начинаете набирать, набирать. Там, Миш, ну-ка, расскажи, как это. Алексей, расскажи, там, Вась, расскажи и так далее. Вот такого я еще не встречал. Как правило, это происходит, как вы говорите, Миша. Вот это выплеснули, это добавили. Выплеснули, добавили. Это долгий путь, но самый-самой такой доходчивый, простой, который у нас сегодня есть. Потому что иначе ничего не получится. А вот почему это возможно? Почему так происходит? Это надо уже обращаться, наверное, к тому, а что такое есть мозг? И почему тело человека на 90, а то и 99% похоже по генетическим всем показателям, например, на тело свинюшки той же самой. Или на тело той же самой обезьяны. И вот здесь надо понять, а что же отличает человека от животного? Ну, если мы так похожи, если скелет очень-очень похож, если генетик очень-очень схожий, что нас отличает? И многие начинают разные слова говорить, с которыми я согласен, это все есть. Но здесь необходимо иметь главную основу понимания того, чем же человек отличается от всех других животных. Об этом как-нибудь мы в другом эфире поговорим, в другой программе. И, может быть, даже поговорим о том, почему вот это возможно, я имею в виду вот это самопрограммирование, активное самопрограммирование, о котором мы сейчас говорили, и почему оно строится на тех же самых принципах, что и дрессировка животных. Вот если вас это будет интересовать, я думаю, как-нибудь мы об этом поговорим. И, может быть, кто-то для себя откроет или дополнит какие-то новые знания, и жизнь изменится, вы сможете, может быть, на что-то другое обращать внимание, на то, что раньше вообще не видели, и для вас это было скрыто. Ну, будем прощаться. Да. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным, и тебе, Алексею, за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднял эту тему. Благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, что вы пишете нам в редакцию, а также под видеороликами, и где-то там в соцсетях, которые нам же опять доступны к прочтению, а не просто где-то там на деревне дедушки, свои замечания, свои реплики, свои какие-то высказывания или, может быть, пожелания. Без этого, наверное, мы бы не имели обратной связи и не могли о чем-то говорить полезным для державы. Но еще раз напоминаю. Первое. Если вы пишете где-либо, на каком-либо канале, в Ютубе или в соцсетях, которые нам неизвестны, даже самые-самые прекрасные слова, пожелания, вопросы, реплики и свои мысли, они до нас не дойдут. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши мысли до нас дошли, пишите, пожалуйста, их у нас на сайте slavradio.org через форум обратной связи. В крайнем случае, на канале Ютуба youtube.com.slavradio.org Ну или совсем уж крайний случай, это где-нибудь там в соцсетях Одноклассники, ВК и прочее-прочее. Все ссылки на наши каналы, вот обозначенные, есть на нашем сайте slavradio.org Само внизу, посмотрите, там кнопочки есть. Это первое. Второе. Поскольку все-таки народное славянское радио это объединяющий такой стержень всех людей, кому небезразлично будущее нашей страны, будущее Руси и будущее всего мира, то в этом случае мы взаимодействуем с теми, кто на словах и на делах этого желает и это хочет делать. Если мы встречаем такие высказания, все это фигня, все это ерунда, да пошли вы, да и так далее, то в этом случае мы таких просто баним сразу. Таких людей в цивилизации огромное количество. Идите смотреть Дом-2, общайтесь так за столом с бутылочкой, со своими собутыльниками, там это прокатывает. Здесь такой вариант проходить не будет. Поэтому мы таких вот высказателей баним сразу. Не место для склок, для руганий и ханства на народном славянском радио. Не место этому в той жизни, которую мы вместе строим. Поэтому не обижайтесь. Если вы хам, идите хамите себе на кухню. Идите плачьтесь, ругайтесь, пробивайте головы своим близким, знакомым со всеми. Это ваше дело. Но только в нашей жизни таких не будет. Мы строим другую жизнь. Поэтому если вы человек вполне адекватный, желающий разобраться в этом мире, что происходит, и желающий участвовать в державе, пожалуйста, приходите. Будем разбирать какие-то вопросы. Если у вас есть желание делиться с миром, приходите в наш дружный коллектив. Будем общаться, будем взаимодействовать и будем делать мир лучше. На семье я с вами прощаюсь. Благодарю еще раз Михаилу за поднятую тему. Благодарю наших слушателей и зрителей за то, что пишете свои интересные вопросы и реплики. Так держать. Вместе мы сделаем то, что необходимо сделать. Желаю вам всем самого доброго. С вами был Народно-Славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова